Я обязательно 19 января буду участвовать в митинге, посвященном памяти Стаса Маркелова, который провел как абсолютный смельчак множество процессов нашей газеты, в том числе в Чечне, в том числе в защищании Балитковского и Насти Бабуровой. Я совсем недавно был в гостях у родителей Насти Бабуровой, у Эдуарда Федоровича и Ларисы Ивановны. Они очень хорошо себя чувствуют, я считаю, необходимо быть там еще и от их лица, и перезванивать им каждую минуту о том, что здесь происходит. Мы с ними говорили о том, что лозунги предыдущих митингов были абсолютно верны найти убийцы. Нам кажется, что убийцы найдены, состоялся приговор. Но это не исчерпало темы, по которой нужно сегодня выйти на улицу и вспомнить Стаса, Настю и других убитых на национальной, нацистской, националистической основе. Я с большим волнением шел на митинг на проспекте Сахарова. Я был крайне разочарован тем, что среди людей, за которых просили видные, нравящиеся мне общественные деятели, блогеры и политики, были те люди, идеология которых стала основой для Тихонова, Хасис и других. Я очень боюсь, что умеренное заигрывание с любыми националистическими идеями приводит к тому, что они станут доминирующими. Я хочу сказать, что до сих пор в Германии в магазинах очень сложно найти любую вещь коричневого цвета. Хотя, казалось бы, с момента сжигания трупа Гитлера возле рейх-канцелярии прошло уже 65 с лишним лет. Но вот они избегают этого коричневого цвета. И мне кажется, что не бывает этого национализма хорошего, плохого, умеренного, легкого, гламурного, глянцевого, популярного, площадного, электорального. Он все равно приводит к тому, что этнические правила подменяют законы. Вот если все подчиняются закону, тогда можно не говорить ни о каком национализме. Но пока это, к сожалению, не так. Я пойду на отметинку. И вас тоже приглашаю. Продолжение следует...